Из паскартного мягкого вагона номер 9, киевского поезда, пришедшего в Москву, в числе других, вышел приличный гражданин с маленьким фибровым чемоданчиком в руке. Пассажир этот был не кто иной, как дядя покольного Берлёза, Максимилиан Андреевич Поплавский, экономист-полновик, проживающий в Киеве на бывшей институтской улице. Причиной приезда Максимилиана Андреевича в Москву была получена им телеграмма следующего содержания. Меня только что зарезало трамваем на Патриарших, похороны, похороны, пятницу, три часа дня, приезжай в Берлёс. Максимилиан Андреевич считался и заслужен одним из умнейших людей в Киеве, но и самого умного, человекоподобная телеграмма может поставить в тупик. Раз человек телеграфирует, что его зарезало, то ясно, что его зарезало не насмерть, но при чём же тогда похороны? Или он настолько плохо предвидит, что умрёт? Это возможно, но тогда в высшей степени странно это точность. Но откуда он так-таки и знает, что хоронить его будут в пятницу? В три часа дня? Удивительный телеграмм. Максимилиан Андреевич немедленно стал собираться в Москву, но решит открыть одну тайну. Неизвестно почему, но Киев не нравился Максимилиан Андреевич. Его не радовали весенние разливы Днепра, когда вода, затопляя острова на низком берегу, сливалась с горизонтом. Его не веселили солнечные пятна, играющие весной на кирпичных дорожках Владимирской горки. Его не радовал тот потрясающий по красоте вид, что открывался от подножья памяти к князю Владимиру. Ничего этого он не хотел. Он хотел одного. Переехать в Москву. Телеграмма потрясла Максимилиан Андреевича. Это был момент, упустить который было бы грешно. Но деловые люди знают, что такие моменты не повторяются. Словом, невзирая на какие трудности, нужно было суметь унаследовать квартиру плеядника. В пятницу днем Максимилиан Андреевич вошел в дверь комнаты, в которой помещалось управление дома номер 300 Бабис. В узенькой комнате, где на стене висел плакат, изображавший в нескольких видах способы оживления утонувшего в реке, за деревянным столом сидит в средних лет небритый человек с тревоженными глазами. Могу и видеть председателя правления. Вежливо осведывался экономист Лавик, снимая шляпы. Этот, казалось бы, простенький вопрос, почему-то так расстроился и для чего, что он даже изменился в лице и пробормотал невнятно, что председателя нет. Ага, сказал сам себе умный Поплаский, я сведомился о секретаре. Странный человек за столом, даже побагровел от напряжения и пробормотал невнятно, что секретаря нет, когда придет неизвестный или что секретарь болит. Нет, Василий, ну кто-нибудь же есть в правлении? Я слабым голосом отозвал человек. Видите, моя фамилия Поплаский. Я просто, я его из племянника, покойного берлиоза. Я обязан, обязан, согласно закону, принять наследство, заключающееся в нашей квартире номер 50. Не в курсе я, Татлан Ильич. Эккое осложнение. С досадой думал Поплаский, пересекая асфальтовый двор и спеша в квартиру номер 50. Лишь только он позвонил, дверь открыли. Максим Ильян Андреевич очутился в полутемном берегу. Удивило его несколько то обстоятельства, что непонятно было, кто ему открыл дверь. Перед ней никого не было, кроме громадного черного кота, сидящего на столе. Максим Ильич покашлял, потопал ногами. И тогда дверь в кабинет открылась, и в переднюю вышел Коронев. Мои фамилии Поплаский. Я являюсь дядей. Как же, как же, крикнул Коронев. Я только глянул на вас, сразу догадался, что это вы тут. Зато я с от слезы начал криковать. Горе-то, а! Ведь это что ж такое делается-то? Простите, трамвайом задавил. Ну, начисто я был свидетелем. Едите раз, хруст пополам, хруст пополам. И будучи, видимо, не в силах сдержать себя, Коронев клюнул стену рядом с зеркалом и стал содорогаться в рыдании. Дядя Берлиоза был искренне поражен поведением неизвестного. Вот, говорят, не бывает наших сердечных людей. Но-ка в то же время неприятное облачко набежало на его душу, и змейкой мелькнула мысль. Уж не прописался ли этот сердечный человек в квартире покойного? Простите. Он будет другом моему покойному Миши, спросил Поплаский, вытирая рукавом левый сухой глаз, а правым, изучая потрясаемого печалью Коронева. Но тот до того разрыдался, что ничего нельзя было понять, кроме повторяющихся слов «хрусти пополам». Нарыдавший цветовый, Коронев отцепился наконец от стенки и, подвернув по Попласкому совершенно заплаканное лицо, сказал, «Я не могу, пойду приму три стыка и эфирной балерьянки. Простите, вы мне дали телеграмму». «О, он, сказал, король, вказал пальцем на кота и тут же исчезла с передней». А теперь глаза, вытручил глаза, полагая, что ослышался. Куджи. Шевельнулся, спрыгнул со стула, встал на задние лапы, подбочинился, раскрыл пасть и сказал, «Ух, я дал телеграмму, удачи». Попласкай не дал никакого ответа. Паспорт тяхнул кот и протянул пухлую лапу. Ничего не соображая и не видя перед собой, кроме двух иск, горящих, косарьих глазах, Попласкай выхватил из кармана паспорт, как кинжал. Кот снял с подзеркального стола очки, толстый черный оправит, наделся на морду, отчего сделал еще внушительнее, и вынул из прыгающей руки Попласков паспорт, так? Каким отделением выдан документ? Спросил кот, сматриваясь страницу паспорта, который удерживал вверх ногами. В 412-м. А мне это отделение очень хорошо известно. Там кому попало, выдают паспорта. А я бы, например, вот такого, как вы, нипочем бы не выдал, только глянул его раз в глаза и моментально отказал. Он до того рассердился, что швырнул паспорт на пол. Ваше присутствие на похоронах отменяется. Продолжал кот официальным тоном. Потрудитесь ехать к месту жительства. И ряхнул вверх. Азазелла! На его зов передний выбежал маленький, прихрамывающий, обтянутый черным трикот, с ножом, засунутым за кожный пояс и с бельмом на левом глазу. Азазелла проводил. Этот маленький, прихрамывающий действовал энергично, складно и организованно. Прежде всего он поднял чемодан и, взяв под руку дядю Берлеза, вывел его на лестничный клеток. Без всякого ключа Азазелла открыл чемодан и достал оттуда большую жареную курицу без одной ноги. И всей этой курицей плашня страшно и крепко так ударил по шее Поплавского, что тело курицы отскочило, а нога осталась в руках Азазелла. Все смешалось в доме Облонских, как справедливо заметил знаменитый писатель Лев Труссу. Именно так он и выразился в данном случае. Все смешалось в глазах Поплавского. Длинная черная искра пронеслась у него перед глазами. Затем она сменилась траурной змеей, погасившей на мгновение майские. Дениб Поплавский полетел вниз по лестнице, не думая больше ни о квартире, ни о покойном племяннике. Шепча только два слова «Все понятно». Все понятно, Поплавский прибежил во двор. Через несколько минут троллейбус уносил экономиста плановика по направлению к Киевскому бойцам.